Последний концерт, который здесь будет, мы еще же будем в Могилеве и в Гомеле, да? Я всегда с удовольствием посещаю эти города, тем более, что в Могилеве тоже находится девочка из нашего фонда, Аня Павлова. Мы ей делали выставку в Москве, которая с огромным успехом прошла. Даже канал культуры об этом событии сделал там 20-минутную передачу. Вот. Тоже болеет, к сожалению, часто очень. Ну и последний концерт «Виртуоза Москвы сегодня и завтра» — это у нас такая программа, она очень большим успехом пользуется. Даже через год, вот мы поедем в Америку, у меня такая идея родилась вообще назвать ее, она немножко видоизменена будет, «Свет в конце тоннеля». Потому что в первом отделении будет звучать музыка Арва Пярта, Эрнеста Блоха и третий квартет Шостаковича, который, транскрипцию которого сделал Рудольф Борисович Паршай, и он передал мне эту партитуру за три года, за три месяца до его смерти. В Тюрихе как раз это было. Мы делали концерты. Да, и я сделал эту симфонию с оркестром «Виртуозами в Москве». Это потрясающее совершенно сочинение. Такой памятник эпохи, редчайший. И вот этим заканчивается первое отделение будет. А второе отделение — дети, как свет жизни, как надежда наша. Вот и здесь тоже дети. Сегодня и завтра. Вот я вижу портрет Сережина Корякова. Он с девятилетнего возраста выступал в «Кальмаре», кстати, тоже выступал. Он из Нижнего Новгорода, по-моему. Да. Если мне память не изменяет. Он на всех трубах, на флюгель-горни, на чём-то. По-моему, знаешь, а вы Ноктюрн сыграть могли бы на флете водоосточных труб? Это прямо про него. Потому что он просто уникальный талант совершенно. И мы ему, я помню, подарили две трубы очень хорошие. Это было как раз на сцене церкви в городе «Кальмаре». Но сейчас он звезда, он снимается в фильмах, и японцы его обожают. Он туда ездит, по-моему, два раза в год. Мы записали с ним диск. Так что он приедет. Это как бы то, что было вчера. И вот то, что сегодня приедет девочка Настя Кобекина, меланчелистка. Исключительный талант. Так она пронзила мне душу исполнением элегии Рахманинова до такой степени, что я купил ей веланчель.